Ждать несколько часов автобуса на морозе вынуждены жители Черлакского района. В рабочем посёлке закрыли помещение и прилегающую территорию автовокзала. В сложившейся ситуации разбирался депутат законодательного собрания от КПРФ Владимир Вениченко и наша съёмочная группа. Весьма неприятный сюрприз ждал жителей Черлака и близлежащих деревень, желающих воспользоваться услугами автовокзала в райцентре. С раннего утра прибывающие люди видели перед собой огороженную территорию и опечатанное здание вокзала. Пассажиры скапривались у ограды многочисленными группами по несколько человек, не зная, как теперь купить билет, во сколько приходит их автобус и, самое главное, где его дожидаться. Люди, дабы скоротать время до их автобуса, не у закрытых ворот, шли в ближайшие магазины, кафетерии к родственникам и друзьям или гулять по улице при отнюдь непрогулочной температуре в минус 16 градусов. Тяжелее всего ожидание далось родителям с маленькими детьми, пожилым людям и инвалидам, которым буквально необходим автовокзал, чтобы погреться и передохнуть, так как совершать многочасовой променад могут далеко не все по состоянию здоровья. Поспать, полежать. У меня уже девчата знают, что я инвалид, вот. А без этого я не знаю. Мне и стоять не могу, потому что у меня голова кружится. Ну, я утром приехал в 9, вот с 9 часов до полтретьего мне надо здесь сидеть, на улице, мёрзнуть. Где я могу посидеть? Ну, холодно, видите, я инвалид третьего группы. Руки больные, ноги. Думаю, вот бабушка кое-как ходит и с сумками куда ей приткнуться. Также людей возмущает и сам новый способ размещения людей в автотранспорте. Так как погрузочная зона автовокзала тоже оказалась недоступной, пассажирам пришлось садиться в автобусы буквально на проезжей части, создавая коллапс на одной из центральных улиц Черлака. Кроме всех этих мучений, по словам людей, с трудом дождавшихся свой автобус, пришлось долгое время ждать кондуктора-кассира. Причиной тому стала одновременная посадка пассажиров сразу более чем в пять автобусов. Как рассказывает депутат Черлакского районного совета от КПРФ Сергей Вележанин, закрытию автовокзала предшествовала целая череда событий. Черлакский автовокзал находится в собственности Омской области, которая передала здание и территорию в безвозмездное пользование Омск обл. автотрансу. Тот, в свою очередь, сдал его в аренду Черлак автотрансу. Последний и принял решение о закрытии. В связи с уменьшением пассажиропотока, как нам объяснил директор Черлак автотранса, он уже не в силах оплачивать аренду здания. Он уведомлял районную администрацию о том, что предстоит закрытие. Он намерен расторгать договор аренды. Администрация наша не уведомляла тоже ни депутатов, ни посоветовалась ни с кем, ни население не было доведено о том, что будет закрытие предстоит. И сейчас ситуация катастрофическая действительно. Наша съемочная группа вместе с депутатом законодательного собрания Омской области от КПРФ Владимиром Вениченко отправилась в районную администрацию в поисках ответов на два главных вопроса. Как было допущено закрытие автовокзала и когда он вновь заработает. Но в административном здании буквально в разгар рабочего дня мы не смогли найти ни главу администрации, ни одного из его замов, который смог бы дать вразумительный ответ. Тогда мы по телефону связались с директором Черлак-Автотранса Олегом Баевым, который поведал нам, что действительно расторг договор с Омск-Обл-Автотрансом 1 марта из-за невыплат средств на содержание вокзала, предупредив об этом за месяц. Получается, что именно Омск-Обл-Автотранс вместо того, чтобы избежать закрытия, повесил на дверь замок. Сейчас между Черлак-Автотрансом и Омск-Обл-Автотрансом идут судебные тяжбы, за завесой которых открытие автовокзала не видно. Я уже обратился в прокуратуру во всей инстанции. То есть они явно нарушают, во-первых, договорные обязательства, во-вторых, все немыслимые законы согласно транспортному обслуживанию населения. Вот это их прямая обязанность – содержание вокзала с автостанцией. Они его просто взяли и закрыли. Скажите, пожалуйста, неизвестно, когда вокзал будет вновь открыт, помещение? Неизвестно. Помочь людям вернуть автовокзал для пользования транспортом согласно закону и здравому смыслу решил депутат законодательного собрания Владимир Вениченко. Народный избранник будет добиваться скорейшего открытия вокзала, чтобы людям не приходилось несколько часов бродить по холоду и магазинам, ожидая автобус. Я со своей стороны уже направил губернатору, главе района, прокуратуру Омской области запросы, чтобы законность этих действий. Люди возмущены, со всего Чарлазского района уже пошли обращения. Так не должно быть. Автовокзал был построен специально для людей в советское время. Он исполнял свою функцию. Но цена вопроса – позорище, скажем, откровенное позорище. Когда администрация запустила на самотек эту ситуацию, мы приятно выправлять будем делать все возможное. Продолжение следует...